В последние дни резко обострилась ситуация между Арменией и Азербайджаном. А вчера Азербайджан перешел от блокады, в том числе продовольственной, Нагорного Карабаха, к военным действиям. Артиллерийские обстрелы с гибелью мирных жителей привели к тому, что власти Нагорно-Карабахской республики вынуждены идти на все условия Азербайджана. По всей видимости, войска, не признанные Нагорно-Карабахской республики, будут расформированы и разоружены. Армянские войска и тяжелая техника уведены в пределы международно признанных границ Армении. На сегодня назначено прекращение огня и переговоры с азербайджанской администрацией относительно гарантии армянскому населению Карабаха. Давайте в первом приближении разберемся, что же там случилось и при чем тут Россия. Что такое Нагорный Карабах? Это, к сожалению, классический и старый как мир пример кровоточащего нарыва на теле распавшейся империи. Трагический пример, когда внутри национального государства, получившего независимость, остается этнический анклав, населенный соседней национальностью, которая от своего государства теперь отделена границей. И анклав этот находится в жестком конфликте с титульной для государства нацией. В рамках империи административные границы вопрос формальный. Их проводят из логистических, бюджетных, бюрократических соображений. В результате аппаратных игр, там, кто-то теряет или приобретает выгодную территорию. А когда совсем лень, границы можно и по линейке провести, как всю дорогу делала Британия. В рамках одного государства, то есть в отсутствии физических границ, нет большой разницы, к какой провинции ты номинально приписан. Когда же эти границы возникают в реальности, то очень часто начинает литься кровь. В мягком варианте малая кровь и на ограниченной территории, но иногда можно доиграться и до Новой мировой войны. Нагорный Карабах – предмет исторического территориального спора между Арменией и Азербайджаном. Кровавые конфликты развернулись там сразу с распадом Российской империи в 1918 году. Шли два года и затихли только на период советской власти. В советское время Нагорно-Карабахская область была автономией в составе Азербайджанской ССР. Автономией. На 80% армянской. Этнический конфликт армян и азербайджанцев своими корнями уходит в такие исторические дали и палит такой кровью и взаимной ненавистью, что мы не будем его касаться. Главное держать в голове вот что. Весь 20-й век, начиная с 1905 года, едва только ослабевало имперское давление, Карабах становился точкой, которая вспыхивала одной из первых. Так случилось в конце 80-х. Как только стало понятно, что страна летит к банкротству, а Москва уже не в состоянии контролировать окраины своей империи, Карабах вновь полыхнул. Поначалу не очень сильно. Были митинги с требованием передать автономную область в состав Армянской ССР. В Ереване они собирали до миллиона человек. И напротив, в Баку митинговали с требованием оставить Карабах в составе Азербайджана. Были уличные столкновения и массовые драки, в том числе с погибшими. Обе стороны конфликта пытались апеллировать к Москве. Совет народных депутатов автономной области просил Верховный Совет ССР передать Карабах в состав Армении, но получил отказ. Тогда руководство Армении самостоятельно удовлетворило просьбу о передаче, а руководство Азербайджана отвергло ее. С этого момента уже безо всякой оглядки на метрополию между республиками начался вооруженный конфликт. Карабах стал первым из многих мест на карте СССР, где возникли незаконные вооруженные формирования, поддерживаемые республиканскими властями. Конфликт не ограничился самим Карабахом. В обеих республиках начались столкновения и этнические чистки, вызвавшие поток беженцев. Из Азербайджана бежало около 300 тысяч армян, из Армении более 100 тысяч азербайджанцев. Союзные власти пытались подавить конфликт, но в лучшем случае могли его только подморозить. А с концом Союза и с обретением обеими республиками независимости между ними развернулась настоящая война с применением тяжелой техники и артиллерии. Как любая межэтническая война, это поражало своей бесчеловечностью с обеих сторон. Людей выселяли из домов, они вынуждены были идти пешком по горным перевалам десятки и сотни километров. Произвольные убийства и изнасилования были нормой жизни. Не будем тут описывать все ужасы. Все легко гуглиться. Нам же надо знать, что резня продолжалась до 1994 года. Тогда конфликт был заморожен и создана никем, включая саму Армению, непризнанная республика Арцах на территории Нагорного Карабаха и прилегающих районов, которые удалось отбить армянской армии. В чем сложность ситуации с Карабахом? В том, что с одной стороны это международно признанная территория Азербайджана. Вопросов тут нет. Но с другой, эта территория населена армянами, которые не без оснований опасаются за свою жизнь в случае прихода азербайджанской власти и армии. Похожа ли эта ситуация на Крым, ЛНР и ДНР? Юридически, да, это оккупированные территории. Но фактически, все то, о чем брешет российская пропаганда касательно Украины, типа риска этнических чисток, против русских, в случае с Украиной это просто вымысел. А вот в случае Азербайджана и Армении это является правдой. Ненависть азербайджанцев к Армении и армянам прямо поощряется азербайджанским государством. Достаточно вспомнить историю Рамиля Сафарова, который в 2004 году на курсах английского языка для военных, организованных НАТО в Венгрии, зарубил топором спящего армянского офицера. За это убийство Сафаров был осужден в Венгрии к пожизненному лишению свободы, но вскоре передан Азербайджану под обязательство, что будет досиживать на родине. Едва только Сафаров вступил на азербайджанскую землю, он тут же, вопреки всем обещаниям, был помилован, встречен на самом высшем уровне, осыпан подарками и милостями и стал национальным героем Азербайджана. Самасшедшие убивающие людей есть, к сожалению, везде. Государство, которое назначает таких людей героями, просто потому что жертва армянин, это совсем другое дело. Государство, получается, говорит, убивать безоружных и спящих армян это доблесть. Азербайджан – это классическая петрократия, авторитарный режим, ресурсная база которого – торговля энергоносителями. Как и все такие режимы, он страшно разбогател в 21 веке, когда нефть превратилась в золото, окреп и обзавелся амбициями. В случае Азербайджана случилось еще кое-что. Он получил влиятельного союзника – Турцию. Азербайджан в начале 20-х годов это уже не тот Азербайджан, с которым воевала Армения в 90-е. Теперь это богатая страна с мощной армией, получающая от Турции вооружение НАТО и обучающая военных по его стандартам. У Армении, где нет значимых природных ресурсов и населения втрое меньше соседа, в этом конфликте была одна единственная надежда – на Россию. Армения входит в ОДКБ. На ее территории находится российская военная база. После распада Союза Ереван оставался едва ли не самым, ну уж точно одним из самых лояльных постсоветских акторов. В 2020 году, когда Азербайджан развернул масштабные боевые действия за Карабах, Армения обратилась к России за помощью, в которой ей было отказано по двум реальным причинам. Во-первых, потому что Алиев с Эрдоганом это во мне тишайшие европейцы, с ними рамсить опасно. А во-вторых, нынешняя власть в Армении установилась по результатам бархатной революции 18-го года, когда мирные протесты снесли правящий режим. Это делает Пашиняна органическим врагом Владимира Путина. Ни в какой ситуации Путин не заинтересован в том, чтобы такой лидер преуспел. Тогдашнее обострение было заморожено. На спорные территории ввели российских миротворцев, толку от которых не было вообще, но формально они там есть. Теперь же Азербайджан решил пойти дальше, полностью поглотить Нагорный Карабах. И преуспел, похоже, в этом. Почему так получается? Потому что радикально изменилась роль России в регионе. Россия утратила свой статус. Путин так хорошо поиграл в геополитику, что проиграл даже там, где вроде бы никак нельзя было проиграть. В наследство от Советского Союза России совершенно бесплатно досталась очень важная роль регионального лидера. Россия как минимум в разы, а чаще в десятки раз, превосходит республики бывшего Союза по любому показателю. Численность населения, размер экономики, армия, ее вооружение, природные ресурсы и производственные мощности. Кроме того, обширные экономические и логистические, культурные и социальные связи, общие производственные цепочки, позволяли России оказывать огромное влияние почти на каждого своего соседа из числа бывших советских республик. Это влияние не нужно было достигать, за него не нужно было ни с кем воевать и не нужно было никому хамить на заседании Совбеза ООН. Просто так оно всегда работает. Если империя распалась плюс-минус мирно, если границы новых государств не начертаны горами трупов, то метрополия остается региональным лидером, доминантой по отношению к бывшим колониям. Как следствие, образуется какая-никакая система сдержек. Если какой-то из государств в этом контуре захочет повоевать с другим, если где-то образуется сильный национальный лидер, который решит заняться смертоубийством с более слабым соседом, то он не может кое-что не учитывать, что рядом есть страна с перекрывающей военной и экономической мощью, которую не устраивает кровавая баня у своих границ. Нищета 90-х, волны тяжелых кризисов, разгул преступности, чего только не было с России на пути к рыночной экономике. Даже жизнь за счет гуманитарной помощи была. Тем не менее, как бы плохо не шли дела, Россия всегда сохраняла роль арбитра и успокоителя на постсоветском пространстве. И продолжалось это до самого последнего времени. О том, как Россия перестала быть центром силы в регионе, поговорим после небольшой рекламы от нашего HR-проекта. Это объявление для тех, кто ищет работу или хочет ее сменить. Хотели когда-нибудь стать брокером? Казалось бы, это максимально далекая от обычного человека профессия, которые занимаются где-то на Уолл-стрит, но нет. Компания Impact Capital ищет людей, желающих обучиться этой профессии. Если вы готовы работать удаленно, интересуетесь инвестициями и готовы учиться, вы можете попробовать себя в роли инвестиционного брокера. Преимущество получат кандидаты с опытом в продажах, те, кто умеют продавать премиальные продукты или финансовые услуги и понимают специфику работы с владельцами и топ-менеджерами компании. Impact Capital занимается привлечением инвестиций для малого и среднего бизнеса. Компания имеет уникальную экспертизу в этой области и закрыла сотни сделок на миллиарды рублей и десятки миллионов долларов в России, Арабских Эмиратах, Германии, США, Португалии, Чехии и других странах. По сути, вы станете промежуточным звеном между владельцами бизнеса и инвесторами. Будьте искать финансирование под проекты в разных сферах. Чем больше найдете, тем больше заработаете. Вот реальные цифры. Закрытие сделки на миллион евро с вашей комиссией в 3% позволит вам заработать 30 тысяч евро. И это только при одном проекте. При этом Impact Capital не работает со стартапными или сомнительными проектами в сфере криптовалют. Только растущие предприятия, чья бизнес-модель доказана. Перед началом работы все брокеры компании проходят специальное обучение. Работать можно из любой точки мира. Компания обеспечит вам всю необходимую маркетинговую и юридическую поддержку и гарантирует выплату комиссии. Узнайте о работе в Impact Capital подробнее. Оставьте заявку в форме по ссылке в описании. Продолжаем. Мы говорили о том, что как бы плохи ни были дела у России, она всегда сохраняла роль арбитра и успокоителя на постсоветском пространстве. До самого последнего времени. Еще в 2020 году во время боевых действий между Азербайджаном и Арменией Путин дал понять, что не собирается впрягаться за своего союзника по ДКБ. Это с демократическими лидерами он может пальцы растопыривать, ядерной бомбой грозить, пузыри ртом пускать и безумие симулировать. Буйно помешанный он когда надо буйно помешанный. А когда речь идет о тандеме Алиева с Ардаганом, который совершенно не склонен его умиротворять, выражать изобоченность и поощрять понты, зато могут ощутимо дать в бубен, тут-то он свое место знает. Понятное дело, что окончательный крест на роли России как важной региональной силы поставила война с Украиной. Тут-то все и увидели, чего стоит российская армия. Внезапно рухнули все декорации, отвалилась позолота и в симпатичной коробочке с логотипом армия России оказался самый дешевый паштет, просроченный на 5 лет. Дальше хуже. Сегодня вообще все российские войска заняты только одним удержанием фронта в Украине любой ценой. Заняты настолько все, что несколько тысяч уголовников, шедших на Москву, пришлось останавливать переговорами и обманом. Ведь достаточного числа вооруженных людей, которых можно было бы поставить на пути мятежников, просто не нашлось. Если помните, то в апреле этого года вместе с парочкой законов, резко ужесточавших призыв, был принят еще один. Солдат-срочников разрешили привлекать к миротворческим операциям. То есть все настолько плохо, что даже чисто номинальные, крошечные по численности миротворческие контингенты приходится пополнять срочниками. Таким образом, любой разговор о выполнении России своих союзнических обязательств, любые перспективы применения военной силы упираются в вопрос, а чем? Каждый стреляющий снаряд и каждый исправный танк, каждый военнослужащий в наличии, все немедленно отправляется на фронт. Теперь расклад очень прост. Россия полностью растратила свое имперское наследство. Россия, по крайней мере, в Закавказье больше вообще не фактор и не аргумент. Не важно, кому она союзник, какие и с кем у нее договоренности, что говорит и о чем молчит российский МИД и даже лично Путин. В регионе теперь новый центр силы Турция. Страна НАТО с большим населением, серьезной армией и военной промышленностью, с 19-й экономикой мира. Страна, которая по многим показателям конечно России уступает, но в принципе с ней сравнима. Тем более Турция сейчас бесконечно важна для России. Россия от Турции зависит не меньше, чем от Китая. Турция главный хаб контрабанды, главный посредник в любых переговорах. Аэропорт Стамбула одна из немногих точек, связывающих Россию с Европой. Речь вообще не о том, чтобы военные силы мериться. Речь о том, что Эрдоган для всего мира дрессировщик Путина. Свой сукин сын, у которого этот медведь послушно пляшет на манеже. Путин не просто увяз двумя ногами в войне, у которой не видно конца, нет цели и задач. Не просто остался без армии. Он еще и всему миру показал, на что реально годен его режим. Что выкабениваться он может только перед теми, кто это позволяет, кто в ответ на хамство и агрессию призывает к переговорам и опасается эскалации. Но как только он видит что-то другое, будь это даже не Эрдоган с Алиевым, а какой-нибудь Пригожин, то сразу же поджимает хвост. Россия нормализовала большую войну. Наверное, самая попсовая криминологическая теория, о которой слышал каждый, это теория разбитых окон. Кратко напомню, она сводится к тому, что люди склонны вести себя так, как ведут себя другие в конкретной местности. Так, как там принято. Если на улице грязно и всюду валяется мусор или разбиты окна, то нет никаких проблем выбросить обертку или окурок прямо себе под ноги. Если никто не соблюдает ПДД, обгоняет, подрезает, игнорирует разметку и светофоры, паркуется как попало, то и вы будете делать так же, даже не задумываясь. Человек всегда подстраивается под окружение. Один и тот же человек будет вести себя совершенно по-разному в Сомали и в Швейцарии. Очень важная роль больших стран заключается в том, что они задают норму. Они показывают, что в этом сезоне в принципе носят. Если большая страна решает свои внутренние проблемы с поддержкой и легитимностью, если ее диктатор устраивает варварскую войну, чтобы продлить свою власть, то другие могут последовать этому нехорошему примеру. Если долгий мир на континенте уже разрушен, зачем себя ограничивать? Когда война в регионе табуирована, стать первым, кто нарушит мир и оказаться на первых полосах крупнейших СМИ с обстрелами городов и гибелью мирных жителей, это очень опасная затея с непредсказуемой ответной реакции, начиная с экономической и заканчивая военной. Все-таки Азербайджан не ядерная держава. Когда же деревни и города стирают с лица земли чаще, чем завтракают, когда новости о бомбардировках, обстрелах, карательных акциях проходят уже фоном по типу колебаний биржевых котировок, тогда перспектива устроить маленькую победоносную войну выглядит куда привлекательней. Что бы ни происходило между Азербайджаном и Арменией, включая их полноценное боестолкновение, Медина полностью это все померкнет на фоне войны в Украине. Ничто сегодня не может сравниться с войной, где с двух сторон принимает участие как минимум миллион человек, где гибнет никак не меньше двухсот военных каждый день. Активная армия Армении, без учета резерва, примерно 40 тысяч человек. Пригожин, по его собственным словам, положил 20 тысяч бойцов только за Бахмут. Как бы далеко не зашел Азербайджан в своей агрессии, на фоне конвенциональной фронтальной войны, где стороны ежедневно долбят друг друга десятками тысяч артиллерийских снарядов, где минные поля скоро сравняются по площади с небольшой европейской страной, Карабахский конфликт обречен восприниматься как локальный. Все военные, финансовые и дипломатические усилия развитого мира направлены на помощь Украине. Практически все общественное сочувствие, пожертвования, волонтерская активность уходят туда же. Разруливать две войны на постсоветском пространстве у западных обществ не хватит ни ресурсов, ни моральных сил. К сожалению, мы хорошо знаем по опыту, что сочувствие ресурс исчерпаемый. Смерть одного человека трагедия, гибель миллиона статистика. Первая война, разорвавшая мирную жизнь континента, катастрофа. Вторая, просто еще одна война. В этом смысле Азербайджан и стоящая у него за плечом Турция выбрали идеальный момент для эскалации. Тактика отвратительная, но работающая. И мы видим, как она сработала. Маленькая и бедная страна, чей единственный союзник освободил себя от любых обязательств, вынуждена идти на все условия противника, превосходящего ее по всем параметрам. Заключать мир на его условиях. Мир, который совершенно точно будет стоить многим людям дома и собственности и есть вероятность, что и жизни. За Кавказье же, по результатам такого мира, становится зоной исключительных интересов Турции. Больше нет никакого резона искать в России союзника и поддержку. Нет никакого смысла сохранять ей лояльность. Ведь лояльность это не приносит никакой пользы, кроме вреда. Путин будет относиться к своим союзникам, как к порабощенным зулусам. Будет разговаривать с ними через губу, угрожать, манипулировать, коррумпировать, гадить по мелочи. Будет пытаться управлять их внутренней политикой и поддерживать упырею власти. Но в любой критический момент он просто сольется, оставив союзника с бедой один на один. Вот так и выглядит имперское строительство Путина. Все потерял, ничего не получил, нигде не преуспел. Подолбать, как союзника Армению это надо было суметь, но он смог. Как бы поступала адекватная власть в России в этой ситуации? Это очень сложная проблема. В ней вопрос о правах и безопасности людей находится в конфликте с нормами международного права. Тут случай, когда из этих двух обстоятельств среднее арифметическое не выведешь. Единственная адекватная позиция России звучала бы так. Мы не собираемся выбирать между плохим и ужасным. Не собираемся нести за этот выбор ответственность. Мы не будем решать туда или сюда. Но мы несем ответственность за безопасность в регионе. Поэтому вы, дорогие друзья, извольте не устраивать кровавые разборки, а договаривайтесь с миром. Есть много форм урегулирования. Переселение граждан с выплатами компенсации и передачи территории Азербайджану, взаимное признание суверенитета Карабаха, какие-то варианты двойной юрисдикции, когда Карабах признается демилитаризованной зоной и там работают органы власти обоих государств. Аренда территории, при которой Карабах формально остается в Азербайджане, но фактически контролируется армией. Но любой из путей урегулирования должен быть выбран при одном обязательном условии. Никакого насилия. Вы можете договариваться как угодно, сколько угодно и на каких угодно основаниях, но договариваться. Кто пойдет на соседа войной, кто будет заниматься блокадами и другими антигуманными действиями, получит ответ и будет иметь дело с российской армией и санкциями. Армения наш союзник. В Карабахе живут граждане Армении, мы будем их защищать. А что вы там административно решаете, если люди не страдают и не гибнут, это уже ваше суверенное дело. Вот так ведут себя сильные государства, претендующие на какое-то влияние. Они не предъявляют вздорный ультиматум НАТО, который не в состоянии выполнить. Не кладут своих людей десятками тысяч в бессмысленной и бесславной войне. Они выполняют свои союзнические обязательства и показывают всем, что на них можно положиться, а вот чего нельзя, так это обижать людей, особенно их друзей. События в этом конфликте развиваются быстро. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал нашей второй редакции. Заходите туда, чтобы смотреть оперативные сводки. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин